МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все ходили в первый класс, наша очередь сейчас. Еще совсем неуклюжие, больше сотни семилетних мальчишек и девчонок с огромными букетами в руках и улыбками на лицах. Вчера они были дошколятами, а уже сегодня их торжественно посвящают в первокласске. По ту сторону зала взволнованные мамы и папы, дедушки и бабушки. Поздравить начинающих учеников с новым этапом в жизни пришло немало гостей. Среди них глава региона Игорь Кошин. Когда-то он и сам закончил искательскую школу. А сегодня дает напутственное слово малышам. Вы пришли в школу, вы найдете новых друзей, вы получите новые знания. Вы будете взрослеть каждый день. Именно от вас зависит, какой будет наша страна через 30-40 лет. Я хочу пожелать успехов, получать много-много новых интересных знаний, приобретать новых друзей. Всего вам самого доброго. Будете хорошо учиться! Да! На праздничной линейке новое звено школы торжественно клянется учиться на пятерке. Только после этого в руки первокласскам передают символический ключ от школы. И вот он самый трогательный момент дня знаний. Вместе с первокласской звонок подает Антон Живлаков. Будущий выпускник признается, нахлынули воспоминания. Промикнул воспоминания о том, как я первый раз ходить. Пришел в школу, на линейке тоже так же стояли. Когда на путстве Даны звонок прозвучал, малыши расходятся по своим кабинетам. А мы отправляемся в первый В-класс. Здесь 28 маленьких учеников. Они рассаживаются за парты и с любопытством разглядывают одноклассников. С небольшой опаской они думают о том, что же их ждет впереди. Ты волнуешься? Угу. Такой ответственный день. Букет готовили, одевались. Встали всем утра. Но ты переживаешь? Да. Почему? Потому что это для всех важно. Потому что идешь в первый класс. Но больше всего здесь волнуются, конечно же, родные главных виновников торжества. Любовь Финина в так называемую страну знаний сегодня отправляет самого старшего внука. В силу того, что и с детьми со своими приходилось волноваться первого сентября. А сегодня с внуком это особое волнение, особая тревога и, конечно, радость. Радость за то, что мы можем проводить ребенка в школу. Радость за то, что наши дети выросли. В общем, очень сильно волнуюсь. Папа фотографирует своих первоклашек, а мамы тем временем поправляют галстуки сыновьям и переплетают выбившиеся косы девочкам. Мария Веселова в первый класс сегодня привела дочь Ульяну. Учиться планирует на одни пятерки. У нас в садике был русский. Ну да, мы писали. Но это было мое любимое занятие. Еще у меня было любимое занятие рисование. Честно скажи, сама-то хотела в школу идти? Да. Почему? Потому что я хочу учиться. Есть ли волнение сегодня? Да, конечно. Я думаю, безусловно, у каждого родителя волнение. Мы знаем, что нам предстоит, поэтому как-то нам это не впервые, и мы более-менее уже адаптированы к этому. И вот, наконец, шум в классе утих. Начинается первый в их жизни настоящий школьный урок. Постреб, чтобы путешествовать по стане знаний, конечно, ребята, без книг нам никак не обойтись. Первые школьные книги, азбуку, математику и окружающий мир каждому первоклашке лично в руки передает Галина Атангулова. Она один из самых опытных педагогов искательской школы. Учителем начальных классов женщина работает уже 37 лет. А малыши, которые пришли к ней в этом году, юбилейный десятый набор. Любой выпуск, какой бы ни приходит, самый-самый-самый дорогой. Неизведанное нас ждет. Так что будем изучать вместе. Волнение, как всегда, перехлестывает. Стараюсь подружиться, стать настоящим другом. А друг всегда помогает в беде. Так что мы учимся вместе. Они меня чему-то учат, а чему-то я у них учусь. Главное сейчас заинтересовать вчерашних дошколят к обучению. Впереди у этих малышей новое, неизведанное, с большими требованиями и ответственностью, домашними заданиями и первыми взлетами и падениями школьная жизнь. Разглядев новые учебники, первоклашки бережно складывают их в рюкзаки и расходятся по домам. А уже в понедельник они приступят к полноценному учебному процессу. Всего 1 сентября в Нинецком округе зоопарты сели почти 6,5 тысяч школьников. Из них 755 детей пришли в первый раз в первый класс. 129 первоклашек досталось школе номер 4. Образовательное учреждение набрало в этом году 5 первых классов. Первый звонок, первый класс и, конечно, первая учительница. Сегодня для вчерашних детсадовцев все в первый раз и даже легкое приятное волнение. Я очень волнуюсь, потому что я никогда не была в школе. Я очень рада, что я вошла в школу. Хотела, да, очень? Очень хотела. А не боишься, что сложно будут уроки, нужно будет учить? Нет, не боюсь. Здорово, спасибо. Хочу учиться. А что, думаешь, будете делать в первом классе? Учиться, читать, писать. И еще перемены. В этом году впервые за школьные парты 4-й школы сядут 129 первоклассников. И кое-кто из них уже выполнил свое первое домашнее задание. Первые стихи со школьной сцены. Мама, конечно, заплела. Парниськи расправила. Парнись ноги сдала. Первый класс отправила. У меня сегодня праздник. И бывало лучше дня. Потому что первоклассник называет все меня. Особое пожелание в этот день прозвучали в адрес всех учеников 4-й школы от Героя России, летчика-космонавта Геннадия Падалки. В эти дни он прилетел в Наринмар, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале «Арктика. Дети. Космос». Ребят, которые сделали свой первый шаг в школе, я хотел бы пожелать не бояться трудностей, относиться с уважением и доверием к вашим педагогам, научиться дружить. Но с самым большим другом в вашей учебе должна стать книга. И по сложившейся школьной традиции, после торжественной линейки, первоклассники запустили в небо воздушные шарики с самыми сокровенными пожеланиями. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Игорь Кошин поручил руководству учреждений профессионального образования и профильного окружного ведомства ускорить модернизацию учреждений. Об этом речь шла на встрече с директорами Неницкого аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и Неницкого профессионального училища. Одним из основных на встрече стал вопрос о сроках модернизации профучреждений, о необходимости перехода на качественно новый уровень подготовки специалистов для округа. В июне между руководством округа и компанией «Русъед Петра» было подписано соответствующее соглашение. Согласно документу, компания-недропользователь направила 70 миллионов рублей на обновление материальной базы учреждений профессионального образования. Сегодня не все оборудование поступило в учреждения. Некоторая часть будет доставлена и смонтирована лишь в октябре. В свою очередь, руководитель Неницкого аграрно-экономического техникума Оксана Данилова доложила о полной поставке оборудования для класса кондитеров и поваров. Теперь в техникуме планируют провести ремонт помещений и лишь после него установят комплекс, на котором будут практиковаться студенты. Мы вкладываем серьезные средства в развитие учреждений для их соответствия с сегодняшним потребностям рынка труда. Поэтому ваша задача – сделать учебные заведения максимально современными, подчеркнул Игорь Кошин. К 1 октября директор Неницкого профессионального училища Галина Медведева представит главе региона презентацию дальнейшего развития учреждения, где куют рабочие кадры для региона. Кроме того, на встрече шла речь о формировании групп первокурсников во всех профучреждениях. По словам директоров, наборы уже проведены, при этом популярными у абитуриентов оказались практически все направления, по которым сегодня учат в округе, как на бюджетной основе, так и на условиях софинансирования по принципу 80-20, где большую часть за обучение оплачивает окружной бюджет. При этом конкурсный отбор прошли не все желающие. Игорь Кошин отметил, если есть потребность в увеличении групп, необходимо их увеличивать. Главное – работать в направлении трехстороннего сотрудничества – студент, учреждение, работодатель. Здесь важно, что предприятие сможет и контролировать студента, обучение которого оплачивает, и вовлекаться в процесс обучения, с тем, чтобы на выходе получился готовый специалист, владеющий навыками работы на конкретном предприятии, отметил губернатор. Как сообщили руководители профучреждений, работа по привлечению работодателей к заключению договоров на оплату обучения студентов ведется активно. Особый интерес потенциальные участники такой формы сотрудничества проявляют к будущим мастерам ЖКХ и поварам. Летняя оздоровительная кампания выполнена более чем на 95%. В Наринмар с Черноморского побережья вернулись все дети, которые проходили оздоровление за счет окружного бюджета. Лечение в санатории Анапу сегодня продолжают только дети, отдыхающие с родителями по путевкам мать и дитя. В этом году здравницы Черноморского побережья стали основным местом отдыха детей из Неницкого округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Большинство ребят побывали под Геленджиком в лагере дружных поселка Кабардинка. За две летние смены там прошли оздоровление 218 ребят. Еще 10 человек отдыхали в Сочи в лагере «Юность», а также 10 ребят провели август в Подмосковье в оздоровительном лагере «Исток». Всего при поддержке округа отдохнули 238 человек. Это дети в возрасте от 7 до 16 лет, которым за счет бюджета Неницкого округа оплачивается как пребывание в лагере, так и перелет к месту отдыха и обратно. По путевкам мать и дитя в Анапу, в санатории «Делуч» на сегодня уже прошли оздоровление более 300 человек. Кроме того, почти два месяца на море провели 62 ребенка из детского дома. При поддержке бюджета НАУ на море съездили школьники от 10 до 15 лет с ослабленным здоровьем. Также 136 ребят за особые успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности были отмечены путевками во всероссийские детские центры «Орленок», «Пиан», «Артек», «Смена» и «Сириус». Помимо этого, в июне на пришкольных площадках региона отдыхали более полутора тысяч учащихся. На оздоровительную летнюю кампанию из бюджета Неницкого округа в этом году направлено порядка 80 миллионов рублей. Наринмар готовится к грандиозному событию. В столицу региона начали прибывать участники фестиваля «Арктическая скрепка». Сегодня мусульмане всего мира празднуют один из самых значимых праздников в исламской религии – Курбан-Байрам. В этот день лидеры национальных объединений Неницкого округа встретились со своими соотечественниками. Со священным праздником трудовых мигрантов поздравила заместитель губернатора Неницкого автономного округа по делам Неницкого и других коренных малочисленных народов Севера Ольга Старостина. Мы вам благодарны за ваш труд, за ваш вклад в развитие нашего города-округа. Мы ценим. И действительно, всегда власти идут на встречу со всеми многонациональным нашим населением и вероисповеданием. Особое внимание на мероприятие уделили формированию неприятия идеологии терроризма, а также предупреждению конфликтных ситуаций на национальной почве. В связи с трагическими событиями в Беслане в 2004 году представители органов правопорядка и лидеры диаспор провели с соотечественниками профилактическую беседу. В Наринмаре стартовал фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». В эти дни окружная столица превратится в театр под открытым небом, где сцены и декорациями станут улицы и площади города, а жители Наринмара одновременно участниками и зрителями спектаклей. Главные герои этого грандиозного события сегодня прилетели утренним рейсом из Москвы. Актеров встречала наша съемочная группа. Словно из-за кулис артисты фестиваля уличных театров появляются из самолета. Приветствует жестами северный город представитель древнейшего искусства понтонимы Сергей Синода. Здравствуйте! Как долетели? Отличное настроение было и у других главных участников культурного события. Ирина, как долетели? Отлично, шикарно и весело. Как реагировали на вас летевшие рядом граждане? Позитивно. Даже подходили с ребятами. Там зайчик был. С ним фотографировали, с детишки подбегали. Кстати, зайчик, который покорил сердца пассажиров еще в воздухе, актер уличного театра «Бусё» из Нижнего Новгорода. Кроме уличного театра «Бусё» и «Пластилиновый дождь», на одном рейсе из Москвы прилетели звезды пластического театра «Инверсия», Ярославского театра «Дети улиц», оркестр карнавальной музыки «Маракуты» из Москвы и коллектив с оригинальным названием, театр имени которого нельзя называть и северной столицы. Возглавляла творческую команду художественный руководитель арктической скрепки Марина Акишина. То есть, мы попытались сегодня поднять настроение, поработать в интерактиве. То есть, это было потрясающе. Нарьер Мар, мы вас любим. Мы им даже в микрофон сегодня там говорили. Милые горожане, приходите. Ваш прекрасный город. Давайте его вместе будоражить. Напомню, интерактивное общение со зрителями будет проходить в театральной обстановке на протяжении трех дней – с 1 по 3 сентября. Организаторы праздника обещают показать разнообразие уличных представлений – музыкальной импровизации, уличную клоунаду, современная хореография, театр огня и другие. Такой калейдоскоп жанров жители округа смогут увидеть благодаря финансовой помощи компании «Лукойл» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией НАУ. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...